Так, и вспомнил, что упустил я один важный момент. Это не рассказал в конденсаторах и про резисторы, как читаются их параметры, написанные на корпусе. Давайте посмотрим, начнем с конденсаторов. Электролиты. Обычно они крупных размеров и у них все понятно написано. Напряжение и емкость. 63 вольта, 2200 микрофарад. Мю маленькая, это микро. М маленькая, английская, это мили, но они бывают редко. И просто F фарады, это у ионисторов 0,1F, там 10F и прочее. Это очень большая емкость. Также обязательно на корпусе присутствует какая-то отметка, которая указывает, где отрицательный вывод конденсатора. То есть сюда надо подавать минус. И у новых конденсаторов также минусовой вывод короче, чем плюсовой. Давайте еще посмотрим. Так, ну здесь вот например 50 вольт, 22000 микрофарад. Плюс-минус где понятно. Старые советские, тоже там все написано русскими буквами. 10 микрофарад, 450 вольт. Ну с электролитами все просто. Насчет твердотельных конденсаторов, вот таких, которые стоят на материнках, ну и прочее. Здесь видим в середине число, но оно может быть не в середине, а где-нибудь вверху например. И это число указывает значение в микрофарадах. 470 микрофарад, 22 микрофарада, 4,7. И напряжение ниже подписано. 10 вольт, 25, 16. Давайте посмотрим другие варианты. Так, здесь также видим емкости напряжения, все написано. Вот бывают конденсаторы с выводами. Также 56 микрофарад, 20 вольт. Ну вот вроде и все, что по электролитам. Далее, пленочные конденсаторы. На таких конденсаторах напряжение, видим написано, 250 вольт, 1000 вольт и так далее, различные. Как обозначается емкость? Она состоит из трех цифр, обычно. Первые две цифры это значение, третья цифра это множитель. Проще говоря, это количество нулей. Видим 10, 5. К 10 прибавляем еще 5 нулей справа, получаем 1 миллион пикофарад, то есть 1 микрофарада. Здесь видим 10 и 3 нуля, получается 10 нанофарад. 22 это 2,2 микрофарада. И еще тут посмотрим поменьше что-нибудь. Вот видим 400 вольт, 47,4. Получается 470 тысяч пикофарад, 0,47 микрофарада. Ну, думаю понятно. Насчет желтых. Так, где они тут? Тут плохая картинка. Вот. Обычно на них также впрямую написано емкость, 0,47 микрофарад. И вот видим напряжение 275 вольт. Обычно на них так и пишется. Так как размеры позволяют. Так, здесь напряжение не знаю. Где-то в букве оно зашифровано. Емкость указана также вот она. 10 и 4 нуля. То есть 0,1 микрофарада. А вот видим показывает напряжение 400 вольт. Ну, это одна из букв обозначает это напряжение. Меня не интересует. Поищите в справочниках. По-любому есть обозначение этих. Какая буква какому напряжению соответствует. Так. Ну, здесь то же самое видим. 4700 пикофарад. По пленочным вроде бы все. То есть на них всегда обозначена емкость в виде надписи и обозначения микрофарада. Либо в виде трех цифр. Третья цифра это количество нулей после предыдущих двух. Так, и последний тип это керамические. На вот таких маленьких желтых размер маленький, поэтому написана только емкость. Обычно они на напряжение порядка 50 вольт. Вот, смотрим тот же самый принцип. 10 и 3 нуля после них. То есть 10 нанофарад. Советский керамический то же самое. А нет, на советских писалось. Там буквы были после них. То есть это какие-то другие, видимо, современные. То же самое обозначение. Вот советские видим. 180 плюс-минус 5 процентов. Здесь просто пикофарады. То есть здесь обычно указывается, если без буквы, то пикофарады. Если нанофарады указывается N английская, либо N русская, я не помню. Вроде N русская везде. Давайте поищем. Вот видим английская буква N и 33. То есть 0,33 нанофарада, 330 пикофарад. Вот тоже 4N7. 47 N. 47 нанофарад. Напряжение также не знаю. Ну, думаю, принцип определения емкости понятен. По таким надписям. То же самое касается и чип конденсатор. А, кстати, в чип конденсаторах там беда у нас. У чип конденсаторов никакой маркировки на корпусе нет. Не знаю, почему так сделано. Но у таких простых никакой маркировки нет. Есть у танталовой, вроде они или какие, не знаю, которые в большой емкости. У них так и пишется емкость в микрофарадах и напряжение 6 вольт. То есть если у кондера где-то обозначено один из выводов, видим вот тут полоса, значит он полярный. Значит он в большой емкости. Поэтому тут не пикофарады, а микрофарады. А здесь видим просто пикофарады. 47. Ну, вот так вот. Поэтому когда покупаете SMD конденсаторы, обязательно их подписывайте. Пакетики, либо эти картонные упаковки, на них пишите ручкой. Какое сопротивление у резисторов, какая емкость у конденсаторов. Так намного легче искать их потом. И посмотрим маркировку резисторов. Начнем с переменных. Наиболее распространенные это вот такие вот штуки. И видим здесь надпись A10K. А это его характеристика, то есть зависимость изменения сопротивления среднего вывода от угла поворота. Она бывает линейная, это А, и логарифмические B, V и там еще какие-то дальше. Логарифмические они нужны для акустических устройств, то есть там логарифмическая зависимость нелинейная. Первая буква. Ее может не быть, это характеристика. И далее сопротивление. 10K. Также может быть, как и на конденсаторах, обозначение из трех цифр. То есть 10, 3. Это значит 10, прибавляем еще 3 нуля, получаем 10 000 Ом, 10 кОм. Так, тут у нас что? Здесь так и написано Ом и на проволочных резисторах. Здесь видим 50К, 50 кОм. Тут то же самое, а зависимость 500К сопротивления. В общем принцип тот же. И подстроечные резисторы разнообразного типа. Ну наиболее распространенные это вот такого типа и им подобные. Так, давайте посмотрим. Тут нету. Сверху у них пишется сопротивление. Ну например, вот такие бывают. Не особо надежные. Видим 10, 3. То есть 10, 3 нуля, 10 кОм. Такая же маркировка из трех цифр. Вот видим сверху на таких резисторах надпись. Тот же самый код из трех цифр. Вот верхний видим. Что там внизу за строчка, не знаю, обычно ее вроде нету. Ну не принципиально. То есть 100 Ом, 1 кОм, 100 кОм, 10 кОм, 200 Ом, 2 кОма и так далее. То есть 50 плюс 1,0 получаем 500 Ом. Это что касается подстроечных. Советские тоже там надпись в кОмах. То есть 30 и К пишется. Ну где-то вот здесь вот на поворотном механизме. Ну думаю, суть понятна. Всегда либо обозначение из трех цифр, либо несколько цифр и обозначение множителя. То есть К кОм, М мегаОм. Либо если нет обозначения, либо Р, либо Ом. То это Ом. И SMD резисторы. То же самое из трех цифр. Ну точнее, зависит от точности. То есть вот мы видим. Хороший рисунок. Рекомендую, наверное, сделать скриншот с экрана или найти его. Обычно это просто цифры. Видим вот 471, то есть 470 Ом. 47 плюс 1 нолик. И так далее. 4,7 кОм и прочее. С буквами, по-моему, я вот такого ни разу не встречал. Обозначение. Может это на больших размерах, на более крупных резисторах. Ну не знаю. Р, буква еще может быть. То есть вот видим. Р47, значит 0,47 Ом. 4Р7, 4,7 Ом. Это для резисторов плюс-минус 5% точности. Есть более точные резисторы. Например, 1% и выше точность. У них обозначение состоит из четырех цифр. Вот как в данном случае видим. 121,3. Тот же самый принцип. Только теперь три действующие цифры. 121 и 3 нуля. Получаем 121 кОм. 499 и без нулей. То есть 499 Ом. Р 0,47 получается 0,047 Ом. Цифра 100, значит 10. И без нулей 10 Ом. Кроме того, в последнее время наиболее распространенные резисторы это у которых код записан в виде цветных полос. Это неудобно, конечно, читать тем, кто привык читать значения просто так с корпуса. Но вроде люди говорят, что потом привыкаешь, запоминаешь эту таблицу и по цвету легко угадываешь сопротивление без помощи справочников. Ну не знаю, мне это неудобно. То есть на резисторе краской или чем-то, не знаю, по всему периметру нанесены полосы. Их может быть от 4 и более, там до 6, по-моему. Каждая полоса обозначает какой-то параметр. Давайте поищем. Есть разные калькуляторы. Есть калькуляторы для мобильных телефонов, что очень удобно. Ну для смартфонов имею в виду. Какой бы выбрать? Ну, к примеру, вот такая таблица. Не знаю, она правильная или нет, сразу говорю. Потому что бывают и всякие косяки. Вот, кстати, видим табличка для 7 или для 6 полос, я не знаю. Наиболее распространенные это с 4 полосами резисторы. То есть первые 3 полосы у нас сопротивление. Допустим, красный, синий, зеленый цвет. Получается 2, 6, 5. 265. Далее полоса, которая обозначает множитель. Допустим, черный. То есть 0. Ну, не множитель, а количество нулей. После числа получается 265 Ом. Далее полоса, которая обозначает точность и различные параметры. У конденсаторов тоже встречается очень редко такая цветовая маркировка. Ну, я с ней дело не имел. Вот, видим, есть такие приспособы, скажем так, которые набираешь цветовой код и получаешь значение сопротивления. Может быть удобно. Кому как, посмотрите. Найдите в интернете, как сделать такую штуку, если кому-то это необходимо.